Человеку больше всего интересно то, чего он не понимает И в то же самое время этого же он больше всего и боится Кстати, вы обращали внимание, что самые страшные монстры из фильмов ужасов Обычно внешне чем-то напоминают человека Например, девочка, вылезающая из телевизора, у которой лицо закрыто волосами И поэтому непонятно, кто же это на самом деле пугает гораздо больше, чем какой-нибудь межпланетный монстр То есть, когда нечто похоже на человека, но в то же время понятно, что это не человек То это очень сильно пугает и в то же время привлекает И вот примерно так же, как это непонятное существо, вылезающее из телевизора, женщины выглядят в глазах мужчин В детстве мальчики и девочки очень похожи, издалека их даже трудно отличить друг от друга А потом наступает переходный возраст, и девочки начинают резко меняться И вот мальчик смотрит на девочку, которую он вроде бы знал всю жизнь и видит, что она меняется И он не понимает, что происходит То есть, вроде бы она похожа на него и в то же время не похожа, а она другая Мальчик видит, что с девочкой происходит какая-то трансформация, смысла которой он не понимает А еще вдобавок для мальчиков, так сказать, засекретили всю информацию о сексе и деторождении Потому что якобы им еще об этом рано знать, и мальчик вообще не понимает, что за существо теперь перед ним А как я уже сказал в начале ролика, все то, что человек не понимает, ему интересно и в то же время страшно И естественно, когда мальчик подрастает, он уже не может нормально взаимодействовать с тем объектом, в который превратилась девочка, с которой он прекрасно играл в детстве И для мальчика эта девочка превращается в какую-то непонятную и загадочную хранительницу сакральных тайн Хотя на самом деле никаких тайн в этой девочке нет Она осталась такой же, как была, у нее просто развились вторичные половые органы Кстати, вы обращали внимание, что если разговариваете с незнакомой женщиной по телефону, то по голосу очень трудно определить, сколько ей на самом деле лет То есть женщины, что в 16 лет, что в 80, не сильно отличаются друг от друга, так сказать, по начинке Разница только во внешности И вот именно внешность женщины как раз и вводит мужчину в заблуждение Потому что мужчине кажется, что если женщина внешне похожа на него, то значит она и внутренняя такая же, как он Но на самом деле она совершенно другая